Всем привет, с вами Бивер и настольные игры. И сегодня на обзоре у нас игра подземных королей Kings on the Mountains. Игра у нас создательства правильной игры, в нее можно играть от двух до четырех игроков. И игра авторской группы Трехгранник, это значит, что у нас три автора здесь, а не три языка, как можно было подумать. Это Шкляров, Кононов и Пальцев. Игра издана еще в 2013 году, от 10 лет, 24 игрока, 30-45 минут. Это карточная игра про то, как четыре расы борются за захват рудников и добычу разнообразных ресурсов. Тот, кто в конце игры сможет разработать как можно больше рудников и добыть как можно больше золота и драгоценных камней, тот и станет победителем. Как я уже сказал, от двух до четырех игроков можно играть в эту игру. Поэтому обзор мы будем сегодня вести на двух игроков. Я буду играть за левого игрока, Юля за правого. И в начале игры каждый из нас получает специальные карты. Специальные карты наших новых рас, которые есть в игре. И всего четыре штуки. Это орки, это великаны, это гномы и это гоблины. И перемешиваем, и одна из карт королей падает каждому из нас. Она держится в секрете и никто не знает. Моя это карта орков, а Юлину показывать мы пока не будем. Так, дополнительно каждый из игроков получает по шесть карт в свое распоряжение. Дополнительно перед нами кладется четыре рудника, которые мы будем начинать разрабатывать. И плюс ко всему, четыре карты сверху колоды выкладываются в общий пул, который называется лагерь. Если одинаковые карты выкладываются, то они кладутся друг на друга стопочкой. Так вот, как же происходит сама игра и что же нам нужно делать? А нужно нам очень просто. Нам нужно захватить сначала рудник, после этого его перенести себе, а потом его разработать и получить очки с него. Вот очень все просто. Какая же информация хранится у нас на руднике? На руднике у нас хранится первая информация, это, конечно, защита рудника. То есть, сколько нам нужно карт разыграть сюда, чтобы завоевать этот рудник и забрать его себе. Второй символ обозначает, сколько нам необходимо карт разыграть сюда, чтобы разработать этот рудник, чтобы получить вот эти вот сокровища, которые здесь хранятся. И третья цифра, это как раз сокровища и ценность рудника. Что интересно в этой игре, кстати, дополнительно еще бывает такой символ, глаза, это значит, что здесь нужен еще насмотрщик, чтобы после разработания рудника получили с него драгоценности, надо, чтобы еще был насмотрщик. Обо всем чуть-чуть поподробнее, чуть-чуть попозже. Сперва хочу сказать, что очень интересно сделано то, что с одной стороны у нас карты, это разных рас, цифрами от 0 до 9, а с другой стороны это рудники, которые есть в игре. То есть, разрабатывая рудник и забирая его себе, мы каким-то образом уменьшаем вариант того, что какая-то из карт придет нам на руку. Очень круто, мне очень нравится такой вариант. Как же происходит игра? Да очень все просто, мы разыгрываем карты с руки, и когда они на руке, мы играем только этой стороной. Что же мы делаем? Мы должны разыграть одну из карт. Одну из карт мы можем разыграть либо на один из рудников, которые лежат перед нами, то есть в центре стола, либо же перед нами в нашей игровой зоне. И разрабатывать их. Когда мы играем карту первой в любую из рудников, она может быть абсолютно любой расы и любой цифры. Однако последующие карты должны быть выше номиналом, чем уже выложенная. Причем все равно какой они расы. Ну, начинаем игру. К примеру, я разыгрываю любую карту. Причем интересно то, что у нас есть цифры здесь для завоевания. Как только выкладывается карта, ну, давайте, к примеру, я выложу ее. Вот такую карту. Как только выкладывается карта, которая равняется, количество карт на руднике равняется лимиту его захвата, то есть здесь всего нужна одна карта, и карта выкладывается, то этот рудник должен быть забран игроком. Однако каким, непонятно. По одной простой причине. Потому что если же карта, которая последняя разыграна сюда, ну, к примеру, здесь одна карта требуется, а бывают ситуации, к примеру, здесь три карты требуются, да? То есть мы разыгрываем по-честному. То есть вот таким вот образом мы разыгрываем три карты. Последняя карта разыграна восьмеркой, к примеру, мной. Так вот, ситуация такая, что три-три, теперь рудник должен кому-то отойти. Последняя карта, если есть за столом какой-то король данной расы, то эта карта уходит этому королю. Даже все равно, кто разыграл эту карту. Ее могла разыграть Юля, Ее мог разыграть я, кто угодно, однако король забирает этот рудник. Почему такая хитрость здесь есть в игре? Потому что если вы набираете рудников, ну и не успеете их разработать, то в конце игры вы получите минус столько очков, сколько у вас здесь написано. То есть таким образом вы можете даже подталкивать других игроков, набирать как можно больше рудников себе, разыгрывая их карты в конце, чтобы они забирали эти рудники. То есть это подлая такая игра. Дополнительно, если разыграна последняя карта так, что она не принадлежит ни к одному из кладов, то есть не за столом короля данной фракции, тогда тот игрок, который разыграл ее последний, забирает себе этот рудник. Все очень просто. Когда рудник находится у вас, вы должны его разработать, однако нужно ему послать шахтеров в количестве, которые указаны в верхнем левом углу. Шахтерами обязательно являются только те фракции, которые не принадлежат вам, то есть не ваши. То есть у меня, если это орки, то я могу разыграть кого угодно, кроме орков, чтобы разрабатывать. Опять же, правила действуют те же самые. Мы должны разыгрывать карты по очереди. Обязательно. Когда мы разыграли карты по очереди и достигли лимита, который здесь написан, если есть еще глаз, то мы должны разыграть сюда насмотрщика. Насмотрщик должен быть обязательно вашей расы. Причем он должен вас класситься поверх тех карт, которые вы уже положили. То есть если здесь лежит 2-7, то у вас должен быть насмотрщик, у которого карта выше, чем данная. То есть восьмерка, например. Как только вы собрали комбинацию, то есть собрали, допустим, 2-2 плюс насмотрщик, эти карты полностью уходят из игры и больше не участвуют, а данная карта кладется под вашего короля, и в конце игры она принесет вам вот столько победных очков, сколько здесь указан. Игра у нас оканчивается в тот момент, когда достана последняя карта из колоды. Вот и вся, в принципе, игра. После того, как ход игрок сделал, ну, к примеру, допустим, давайте я положу вот сюда карту, четверочку, и заберу, хотя эта карта такая не очень хорошая. Давайте, к примеру, я сюда двоечку положу, вот так вот, и все. Как только ход сделан, он может добрать карту, точнее он обязан добавлять карту. И добирает он ее либо с одной из верха стопок, либо же с верха колоды. Ну, к примеру, мне удобно взять вот эту карту. Мне на подходе. После этого ход у нас за Юлей. И Юля может, к примеру, забрать себе вот этот рудник. Почему? Потому что единичка, всего одна карта необходима для того, чтобы захватить этот рудник. А так как она разыграла карту своего короля, то, соответственно, этот рудник уходит к ней. После этого она должна сделать следующее. Она должна сбросить эту карту вот сюда, в лагерь, и добрать одну карту. Однако, в правилах так написано, что последовательно следующее. Захват рудника, после этого добыча сокровищ. То есть, если вы кто-то добыли, уберите, пожалуйста, карту вот сюда. И получите свои бонусы. И разложите карты. И разложите карты. А после этого уже добирайте их. А мне такое правило не сильно нравится. Мне кажется, стоит сначала, сначала добрать карту. То есть, я, к примеру, разыграл троечку, я сразу же добираю карту. То есть, я добрал карту. И после этого уже я разбираю сам рудник. Тогда будет правильнее. Потому что таким образом можно очень классные карты по кругу просто гонять. И ничего больше не происходит. Этот рудник кладется к ней в личную зону. И теперь она дополнительно к общему ходу. Кстати, сразу же выкладывается новый рудник. К ходу выкладывания вот сюда карты. Она может разрабатывать и свой рудник также. Отлично. Теперь ход за мной. И я... И я... Ну, пойдем, к примеру, мы с семеркой вот сюда. Вот так вот мы разыграем. Отлично. Теперь ход у нас за Юлей. И ей нужно три фракции, три расы. Вот сюда три карты выложить, чтобы разработать этот рудник. Однако у нее очень высокие карты. У нее две шестерки. И восьмерка. Это, в принципе, не такие низкие они. Поэтому, может быть, стоит, в принципе, забрать вот этот вот рудник. И все. Так как я еще не знаю, какой расы... Так как Юля еще не знает, какой расы я, она может либо рискнуть, либо же выложить свою девятку и со стопроцентной гарантией забрать эту карту. Я думаю, так она и сделает. Она выкладывает сюда девятку и забирает себе эту карту. Но, однако, она выложила. Теперь она должна сделать добор. Она добирает. Эти две карты уходят в сброс. Следующим образом. Карта, которая выложена последней, уходит первой. А потом остальные выкладываются. И эта карта также уходит в кюли вот сюда, вот в ее личный запас. Еще пару ходов сделаем, чтобы закрепить, как бы, все правила и показать те моменты, которые могут встретиться по ходу игры. Так, кстати, я добор не сделал. Я добор не сделал. Давайте доберем карту с колоды. Отлично. Ну, давайте, к примеру, разыграем сюда троечку. Да? Или нет? Ну, троечку опасно разыграть сюда, конечно. Давайте единичку мы разыграем вот сюда. Отлично. Теперь ход за Юлей. Я должен добрать карту. Я добираю ее. А теперь ход за Юлей. И она... Все еще ничего не может сделать нормально. Ну, пожалуй, наверное, она начнет разыгрывать все-таки уже карты на своей руднике. То есть она разыграет сюда шестерку. Шестерку. И доберет эту карту. Это будет семерка. Я же... Разыграю двоечку сюда. Юля может либо забрать еще один себе рудник, либо же попробовать свой рудник закрыть. И она попробует закрыть свой рудник. Она разыграет сюда восьмерку. И теперь у нее два... Две карты. Совпадают с двумя картами разработки. Ни одна из них не относится к ее фракции. И она получает пять очков, которые кладутся под ее карту короля. Эти две карты, как я уже говорил, уходят полностью из игры. И больше не участвуют. В общем-то, вот таким вот образом и происходит сама игра в Kings Under Mountains. Ну что ж, пришло время высказать мое мнение об игре Подземные Короли. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, то, что игра может показаться довольно-таки простоватой. Потому что всего одна колода карт и все. Но мне нравится то, что в этой колоде карт есть все-таки своя изюминка. Первая изюминка, как на меня, это, конечно же, использование рубашки как отдельного типа карт. Это очень круто, потому что когда карты лежат у нас вот здесь, вот, мы не знаем, что это за карты на обратной стороне. Это очень классно. Я считаю, это очень круто. Тем более, что всего каждой карты по два экземпляра. И если, к примеру, две девятки будут лежать вот здесь, то Финита Ля Комедия. Потому что, к примеру, нули, нули, можно ложить только на девятки. То есть, по факту, если две девятки выйдут из игры, то мои нули вообще никому не будут нужны. Вот такая вот простая математика. Отлично. Второе, конечно же, мне очень нравится момент того, что когда при разработке последняя карта относится к какому-то из королей, то этот король обязан забрать эту копию, эту разработку. Почему? Потому что таким способом вы можете засорять область противника. Именно, в большей степени, мне кажется, именно вот этим оно мне прельщает. Потому что в конце игры, если у вас будут неразработанные рудники, вы получите минус очки, которые написаны вот здесь. Потому что разработать рудники все равно вы некоторое количество успеете. Потому что это самая главная цель в игре. Понятное дело, что вы будете собирать свои карты для того, чтобы захватывать вот здесь вот, да, какие-то копии, да, какие-то шахты. Но в большинстве у вас будут хорошие карты чужих рас, которые вы будете собирать и разрабатывать свои рудники. И таким образом другие раки будут вам подкидывать, подкидывать, подкидывать вот эти вот рудники, которые будут засорять вам, захламлять просто руку. И вы не будете успевать ничего делать. Поэтому иногда бывает опасно, к примеру, строить вот такую вот цепочку, да, то есть 1-2 своего света, к примеру, идти на то, чтобы забрать этот рудник. Но бывают случаи, когда именно вам подкидывают третью карту, вашу же, чтобы вы забрали этот рудник, чтобы наоборот засорить себе руку. Да, насчет арта. Ну, тут всего 4 картинки, как бы ничего такого сверхъестественного. Да, некоторые, ну, мне нравится, в принципе. Сам арт, да, вот оформление карты не очень, а сам арт довольно-таки прикольно. То есть, действительно красиво нарисовано. Вот. Самое главное, что все читабельно, все ярко, все сочно, и мы видим эти все моменты. Также мне нравится элемент вот с насмотрщиком. Это даже так как-то правильно. То есть, разработка ведется с помощью других рас, а насмотрщик именно ваша раса. Это даже как-то аутентично смотрится. Круто. А, в общем, пожалуй, наверное, это все, что я хочу сказать об этой игре. Подводя линию, черту такую под всем сказанным, я сказал, что я... Подводя линию под всем вышесказанным, я могу лишь добавить то, что эта игра, как на меня, довольно-таки интересная. И хорошо и интереснее она больше играется, конечно же, на 3-4 игрока, чем на дуэльке, потому что появляется больше возможностей подсовывать карты противникам и заставлять их работать. Да и более плотная игра получается, потому что колода одинаковая, что на 2, что на 4 игрока. А на 4 играем, соответственно, у вас меньше ходов и больше нужно успеть. В общем-то, это, наверное, все, что я хотел сказать про игру Подземные Короли. Выражаю благодарность правильным играм за то, что представили мне эту коробку. Они представили мне ее давненько, я ее, честно, не обозрел сразу. Я только недавно ее нашел у себя и думал, блин, оказывается-то она у меня лежит. Надо это сделать. Спасибо большое, что представили эту игру. Мне она действительно понравилась. На этом все. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, будет много интересного. Но любите настолки, играйте настолки. А с вами был Бивер и игра Подземные Короли. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok